всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео с кем-то поделились возможно что крайне сомнительно но все таки может быть вы на ю тубе где-то вам такое видео попалось с вами я ваш веган христолюб я всех приветствую прежде всего особо кто меня смотрит не первый раз всех выживших после предыдущего видео посвящено оно было тому что и тому оправданию людей не веганов что они хотят быть веганами потому что их не поймут если они станут веганами их не поймут родственники друзья знакомые начальники или там еще кто угодно люди на улице до всех я боюсь всем не страшно да я не переживу меня заклюют унизят оскорбят запрессуют лишат чего-то ролик почти в три часа получился и поэтому я всех выживших приветствую если если таки вы таковые были кто досмотрел это видео предыдущие до конца отпишитесь в комментарии мне очень интересно узнать своих героев вы мои герои веры да если вы на это оказались способны а сегодняшнее видео посвящено очередному уже на финальной прямой большого марафонского забега мы своим находимся этот марафон называется не веган потому что за основание я взял 30 оправданий 30 дней 30 оправданий видео выступлений вроде бы как есть книга у некого мною любимого уважаемого вегана активиста проповедника это винтерс это землянина проживающего вот как в англии территории англии его видео мы с ольгой застенографировали отредактировали вот по им по ним я читаю и добавляю сам будучи не просто веганом но и христианином возможно у него есть книга и на русском я не нашел я знаю что есть текст эти у кого вроде свою книгу издал может быть там все это есть но и даже те ролики которые есть на русском сделано не неким каналом азам есть зерно духа я у них просил текст и вариант все это как-то в общем не не дали одним словом куда ну вроде пообещали дать но ничего не дали поэтому пришлось делать стенограммы да и сегодня у нас уже из 30 мы в общем-то практически у финала это 29 выпуск можно сказать в рамках этого самого мне намного больше видео мы об этом я в конце еще скажу дам конечно же анонс а это в рамках как я уже сказал выпусков по этому так скажем шаблону сценарию мы с вами сегодня на 29 ступени практически добрались до верха называется она очень близко сегодня как веган христианин мне это конечно кто меня знает давно понимает кто нет сегодня тоже узнает оправдание это звучит так или отговорка или вопросы что если бог ну любое оправдание можно сформулировать как вопрос поэтому я называю надо ответы на вопросы или оправдание отговорка это очень близкие слова в принципе просто это так перевели как он на самом деле выражается я точно не знаю звучит она следующим образом бог разрешил нам есть животных в мире вега в мире религиозном которым я хоть и христианин себя не отношу я не религиозный человек никаким культом я не принадлежу называю себя христианином я не исполняю ники обряды ни в какие секты не состою не официально не не официально да не как угодно да и религия подразумевает соблюдение определенных правил обрядов некой организации до сообщества я к таким не принадлежу и да более того я выступаю всегда против них христианина называют только потому что я реально знаю что бог есть бог есть такой же как мы с вами он во всячески во всем и он же человек поэтому и созданы по его образу подобию поэтому не он такой же как на мы просто такие же какой этот бог однажды приходил на землю являлся и явил людям свою сущность которая состоит в трех природах и сущности блага бытия это бессмертие свобода и любовь именно поэтому в мире этот бог приходящий вопрос известен как иисус христос я это исповедую несмотря на то что те современные тексты даже библейские так называемые дошедшие до нас через всякие секты с ужасными искажениями подлогами прямыми до толкованиями переводами я к ним отношусь со здравым умом рассуждением и добрым сердцем из там что что соответствует истины я принимаю если нет я это отвергаю вот сегодня мы поговорим в частности не только о христианстве на во всех религиях это я не могу обещать опять что ролик получится кратким что я всячески даже буду стараться уделать конечно в принципе трехчасовые нам пытки для вас ролики но уж есть как есть там я тоже выговорился да я это делал отчасти для себя и для освобождения себя в этой жизни до после более пяти лет на ютубе уже шесть лет скоро будет да я уже много записал видео и мне достаточно просто с людьми общаться и делюсь роликами с у меня желает смотреть ролик пусть даже трехчасовой по конкретно вопрос который мне задал ну зачем мне тратить свое время на молодьбу воды в ступе этим нормальный человек никогда заниматься не будет ну или ловлением гонянием и ловлением ветра бог разрешил на есть животных сам это текст который мы сейчас будем читать не ассоциировал по крайне я его лично не знаю рукопожатия нас с ним не было да знаю я только заочно по видео выступлением ну по текстам если хотите да вот сам он себя не позиционирует тоже не с каким да ну как говорят даже верующим хотя я тоже помимо то что не религиозная и не верующий я знаю что бог есть что бог есть любовь свободы и бессмертия эту истину я и проповедую это себя никак со словами бог не ассоциирует да вот в его текстах и от размышлениях это редко встречается и это наглядно если вы посмотрите просто даже мои видео в моих видео слово бог истина любовь свободы и бессмертия и не только любовь а свободы и бессмертия вы слышите постоянно поэтому между мной и этом вот в этом плане есть достаточно серьезное различие конечно у каждого по сути своей миссии в этой жизни там кому проповедовать до каждый на своем за языке проповедует и по сути не может эту грань перейти да но надо не забывать а точнее нас началось это узнать прежде чем забыть до что веганство это лишь часть истины эта часть но я называю христианство если вам неудобно это я могу называть по всеобщему понятию эта часть истины которая просто есть это любовь и помимо животных эту землю населяет и растительный мир этот мир населять мы с вами люди поэтому любить надо всех и вся и добрых и злых вопрос как сегодня будем говорить не об этом об этом у меня как у проповедника истины всеобщей любви всячески ко всем вы можете на моих каналах найти более подробной информации поэтому это я больше как анонсы говорю кому интересно кто в этих словах моих услышит что-то его зацепит тот сможет посмотреть мои другие ролики можете писать мне лично я всегда доступен и в комментариях под видео но для адекватных людей и один раз для неадекватных 1 2 3 вернее потом я естественно таких людей тоже блокирую вот в личках во всех соцсетях мессенджерах всегда мне можно найти все ссылки вы найдете в описании ну не найдете попросить в комментариях вот хотя все это доступно мой ник а уже с недавних пор и официальной фамилии отчество это веган христолюб мы всегда в любом поиске сейчас она уникальна имя по крайней мере христолюб фамилия моя то такая имя мое теперь веган вот вы всегда найдете поэтому я думаю сложности не возникнет все ссылки какие выйдут выйдут в основном на мои ресурсы социальной сети казалось бы при таком вопросе это я не просто так вам сейчас рассказал о том кто я кто-то все таки может быть впервые попадает на это видео казалось бы зная меня или вот то о чем я вам сказал мне вот этот вопрос можно было бы этого текста ну и его вот эту речь небольшую которая есть видео формате тоже можете найти у меня на каналах я мог просто сослаться на свои ресурсы на свои другие видео на отдельные плейлисты которых еще раз тоже в конце скажу и все уж там я разжеваю да я как человек говорю как очень часто любят продаке как верующий в бог я про знающего что он есть да он есть истина он есть и сущность и имеет личность да я уж я получше это могу этих вопросов подать информацию и верю сами мои уже существующие видео об этом свидетельствует то есть это не просто громоз громогласное самохватство как любят меня обвинять у меня есть этому доказательства да мои видеоролики мое служение на ю тубе и тот же самый это вы знаете я уверен потому ведь кто ты вокруг тебя такие окружает ты такую информацию тебя через поисковики соответственно находят так вот если от себя не ассоциирует ни с какой там религии ни с какими вот этими именами даже словами так скажем да вот то конечно же не аудитория соответствующая да проповедуя где-то в общественных местах чем он занимается тоже в аудиториях больших там разных у него есть видео на улицах он бывает тоже акции проводит безусловно сталкивается с людьми религиозными верующими причем разных религий до христианство мусульманство и удаизм там и индуизм буддизм чего угодно да крышноистов наверняка со всеми приходится говорить поэтому его назвать конечно невежеством необразованным принципе невозможное достаточно даже того что мы сегодня с вами прочитаем я как раз особое внимание обращу на то как мы будем читать я не зря делаю такое долгое предисловие о том что вот именно обо всем этом поговорить показать и о себе как видите рассказал любимым и об эде говорю чтобы просто сначала дать вот это вот определение понятия и все это я делаю не просто так не для праздного словца имею за этим глубокий смысл и вот казалось бы это все равно он нигде никогда не ссылается на конкретные места писания очевидно что если он и знаком с какими-то писаниями это мне очевидно я говорю я лично с ними знаком чаю никогда five o'clock не пил там в англии да поэтому я сейчас со стороны сужу по его тому что я видел видео ресурсом текстом ресурсом да именно это полное право безусловно это мое субъективное мнение может быть это не немного не соответствует реальности но это не суть важно вы знаете человек можно представить вообще вымышленно это может быть притча эти тексты могли быть где угодно я мог их взять себе вообще не говорить о том кто их автор нет я как раз специально говорю об этом вот возьмем это да его текстах мы сколько с вами уже даже вот разобрали этот его по сути эту серию 30 оправдания да на которой он давал ответ свои хотите 30 вопросов это я везде мои видео они почему тоже получился уникально это я все время говорю там часто описание много цитирую библейских текстов до жизни учения иисуса апостолов апостолов там из ветхого завета могу все что угодно вставить да могу и коран вспомнить при желании да вот хотя у меня также больше уклонность естественно кто знает в христианстве изучения вот но знаком больше и безусловно потому от избытка сердца говорят уста так говорил иисус это действительно так и поэтому по его тексту можно понятно понять что глубоких знаний именно ученых знаний до чистого буква ест у него нету даже ссылаясь когда написание он говорит абстрактно там вот в писаниях есть фрагменты какие ему он и когда-то может читал учал может быть в других каких-то статьях то есть он даже при по прямым ссылкам не переходил из нее есть знание которым он тоже решился довериться как у нас все в разных областях да вот но я как раз на этом примере вы знаете я едовые тексты едовские с удовольствием читал вы же знаете видите кто просмотрел всю серию и в этот раз как раз в очередной про то что бог разрешил якобы есть животных ведь я рука что ожидал такое правдание безусловно как искал встречать с таким людьми но конечно же я встречаюсь больше если взять что у нее там конечно тысячи подписчиков и деятельность может быть более бурно если взять численно может быть у него и больше но в процентном безусловно вы сами понимаете что мои видео в основном попадают в руки так образно скажем да людей как раз религиозных верующих можно прямо сказать даже христиан ну я их называю псевдо христианами если они действительно религиозные люди то есть относится относится к каким-либо культом потому что этих культах ничего христианского давно не осталось вот там пробоведуется не жизни учения иисуса христа даже даже несмотря на бумажки которые у них имеется у них жизни учения прямо противоположно даже тем бумажкам которые они якобы трепетно берегут и якобы считают за святыню вот это парадокс удивительный но это так трогать я их сильно сегодня не буду а то меня понесет да вот и безусловно я конечно и это видео казалось будут смотреть эти люди и уж им это ничего не скажет больше чем могу я сказать да моя образованность знания писания в частности библии дословное знание да возьмите тот же самый коран вера первых этому есть свидетельство да у меня целиком библия записана на другом моем канале христолюб веган чтение библии других писаний коран уже на половину записан бог благословит да запишем до запишу до конца да то есть сам этот бэкграунд он вот за мной стоит он конечно свидетельствует просто об истинности моих слов сейчас я это делают только ради того что кто-то случайно попал на это видео представлением себе да но я вам как раз хочу показать вот на примере и в принципе я рассчитываю что слушать и меня будут именно люди религиозные верующие может быть там свободны как они называют высшие хотя зачастую ли выйди по плоти из какой-то секта они по духу остаются именно все там или все что там у них в душе осталось как угодно и безусловно конечно этот аргумент наверняка потому что любому труппажору будь сам язычнику он только услышит где-нибудь какое-нибудь оправдание да он может сам что-то тоже не разбираться никогда ничего не читал но он услышал где-то аси вась схватил там и тоже будет тыкать любому вегану что вот там бог разрешил хотя ему до этого бога до любого никакого дела нет и до истины но вот он услышал может цепануться да за это тоже всем там аргумент выплескивать и но вот это уж попадет такой человек и что ж ну пусть конечно просвещается ради бога я только за но действительно будет речь идет ведь не зря этот аргумент подразумевает что в принципе конечно скажет человек верующий в бог как хотите знающий может быть его чисто по плоти может он даже являлся да но воспринял его как он уже другой вопрос и я хочу показать на примере это и в оконцовке люди ну кто все-таки с христианством знаком я подведу под знаменитую речь иисуса где он обличал иудеев евреев народ в котором пришел проповедовать истину в частности что потом она разнеслась по всей земле он обличал их как раз неким пророком и он и и говорил что на суде именно тот народ который покаялся от пророка он будет судить народ иудейский за то что он не покаялся слов христа аналогии я проведу и с этом со мной и он и на христом все это на все это посмотрим вот это я уже не раз он вырусту в принципе да несмотря на то что в принципе никогда не говорит о бессмертии но свободе выбор он говорит хоть и не прям вот так да как бы ну все его конечно пронизано свободой выбора понятно он как-то он не часто это словосочетание бывает выбирать но каждый что там не дает тебе право дает право но ты должен вот именно право долго морального выбирать то есть стремление к добру и конечно твой выбор вот но как-то не даже сама словосочетание как вы может быть заметили не так часто встречается но и любовь я не знаю туалет перевод на русский так делают то ли действительно ну кто не верующий действительно чаще употребляет такие слова как мораль и этика доброта даже хотя доброта лучше чем мораль и этика это слова менее как то хотя бы если вы конечно почитаете что в них вкладывается ну мораль в этику принципе все что-то у людей это просто те кто не хотят каким-то определенным систем принадлежать мировоззрением учением они вот порой даже создавали опять что-то отстраненное что просто отделиться от тех и не быть к ним причастными и надо даже их понять можно я как то же самое христианин понимаю их да потому что когда я называюсь христианином сразу меня причисляют ко всему этому псевдо христианство которое заполонило всю планету православные католики протестанты но я к ним никакого отношениями они никакого отношения не имеет к истине это отдельные религиозные культы исповедующие такую чушь и билиберду и это ладно если бы это было так они исповедуют дьявола и все зло какое только можно в мире и все это зло прикрывается как всегда благодетелю чем еще хуже выбраться оттуда практически невозможно редкий кто человек оттуда потом выходит а если выходит я говорю не факт что он потом исцеляется да он может таким больным выйти остаться да совсем сосед и блеотины которую он там нахапал на примере да я хочу показать что бог просвещает всякого человека и это по своему вот этого моральному как он быть кодексу он в разы выше вот таких вот религиозных и христиан да и помимо его морального самого то есть морального этого уровня да именно знание бог открывается всякому светлому человеку ну за 28 его ответов на оправдание дом в этом и так убедитесь и в частности убедитесь в его вот это познание истины то же самое слово истины либо он не употребляет либо такие переводы до нас доходят до плюс шаг мораль 60 вкладывает да где его воспитали на каком слове для меня мораль слова такое знаете специфическое у нас под моралью подразумевается опять внешне очень часто коробку короткую юбку надела она аморальная какая разница какая у меня юбка и под этим словом то решит плохо значит аморально а короткой и как неплохо под морали опять снизом бронем в россии не так кажется опять каждый может даже в россии все что угодно в это вкладывать это какой-то такой внешний якобы опять слов есть нравственность тоже опять все слова очень близки мораль нравственности эти как слов много придумали порой спорит из-за того что слова разная по сути люди вклады туда одно и то же либо наоборот употребляют слово то одно только в него вкладывает каждое свое да но на примере да мы сегодня с вами увидим как вот у него все это откровенно и действительно несмотря на то что я конечно же в концовке дам анонс я отсылку к своим видео к своему плейлисту под названием очень скажем символичным веган во христе да но вот его вот это оправдание сегодняшнее видео в принципе достаточно знаете одного такого сказать и человек и должен просто потом после него просто сделать выбор в сторону добра или зла ну к сожалению и он то и это и про веганство то же самое можно просто сказать вот любовь вот не любовь чем я тоже очень часто занимаюсь но консоль как видите тот же на 30 оправданий ответил это тоже сам проблема в христианстве то же сам проблема в веганстве да кучу все придумывают кучу сюда думают кучу лжи неправды изощрений извращений ума все здесь совокупе вот так что давайте читать уж насколько уложились настолько уложимся читать говорить я уверяю вас даже те кто меня слушает ролик будет не без интересного все равно подача получается уникальная что это делает веган веган затронул вопрос затронул тоже очень грамотно веган не религиозный не верующий не религиозный как хотите я буду принципе уже таким языком выражаться хотя сам я не не стою здесь противовес ему как и верующий религиозный до человек и как я уже говорил даже в этих вопросов я уеду кое-что подчеркнул вот казалось бы нет предела совершенства до что пишет это религия довольно часто становится оправданием отказа становиться веганом тогда давайте сразу самого начала проясним ни один религиозный трактат не обязывает нас есть мясо а это значит что ни в одной религии не говорится о необходимости человеку есть животные продукты а раз такой необходимости нет то религия не может служить оправданием этого вот аргумента вы знаете слушайте я когда вдумался я очень внимательно всегда изучаю людей слушаю людей читаю тексты кто меня давно смотрит это знает иначе я не не читал их сам публично да именно не читал не только говорил да как свои мысли и это абсолютно прав ведь действительно я стал задумываться когда-то да вот любит ссылаться на места какие-то в писаниях мы сейчас об этом будем более подробно говорить но я эту мысль заранее развиваю я в общем так все тексты читаю да то чем а потом будем читать я уже просто говорю наперед своими словами подготавливая разжевываю всю эту информацию это действительно прав в принципе возьмите библию мне там такого нет что тебя заставляют что есть заповедь убивая ешь такого нету да есть места где как бы тебе разрешено но ты вправе этого не делал и нету предписание этого делать эту что точно более того что за это будет говорить есть и противоположность что и остаешься в праве выбора возьмите коран то что прям такого что вот если ты не будешь ну а еще уберем с жертвами вопрос тоже немножко потому что там вкладывается немножко другой смысл да вот кто-то может за жертв зацепиться что есть как писание жертву совершать такой есть да но есть опять же где возьмите христиан возьмите библию да иисус никаких жертв не приносил и был против этого мы знаем что потом его ученики полностью от этого отреклись и в современном христианстве в отличие казалось вот вам библия она одинаково с торой она одинаково с кораном ветхий завет а якобы христиане принимать всю библию но они отказались значит это изменило иисус с учениками потом своим последователям они не принимают это из ветхого завета хотя явного явного запрета на принесение жертв мы не видим евангелие люди изучающие евангелие меня поймут о чем я говорю да казалось бы очень важно они тоже об этом не задумывались я сейчас специально для вот такой для всей аудитории говорю в силу своих знаний поэтому могу и доски эти тексты видео к хотите дополнить расширить тоже сам пожалуйста нет же прямого где то вы не найдете боль то утверждать что там и пасху ел значит ученики закалывали а может даже сам иисус закалывал бедную овечку там барашка и ел и вот конечно брехня ничего не мы этим не занимался вот и мы видим что то же самое возьмите псевдо христианство у нас дошло совсем говном как и в них есть православие каталицизм протестантизм и они не проповедуют как иудеи или мусульмане на основании ветхого завета хотя такой же ветхий за это присутствует в библии как один из корпусов всего этого части всю всей этой книги под названием библия сборника книг библия дословно переводится как сборник ник или книги во множественном числе вот нет никто не православные не католики не протестанты уже не занимаются принесением животных жертву хотя прямого запрета не в новом завете нигде нету и при этом много они спокойненько берут из ветхого завета очень много если не сказать все начиная с богослужебного культа ветхозаветного до иудейского до все оттуда прям спокойненько берут десятины храм и так далее жертвы только же виде денежек вот но животных в жертвы не приносит пожалуйста прямого опять нет ни запрета и здесь действительно поэтому и это очень как бы ну круто что он об этом сказал даже я как бы до этого не совсем и как бы об этом редко говорил может вернее не говорил да вообще я вот даже не помню могло мне такой ну парамер когда я учитал не показал что это он не открыл да я тоже не помню всех свои видео и не всегда даже то что мирозрение вот так входе высказываешь тебе бог что-то открывать бывает тем более как проповедник знают и прямо во время уча учись есть такая древняя мудрость и действительно так я вам отличного опыта свидетельствую когда ты начинаешь учить тебе еще больше всего открывается чего ты не понимал будучи учеником тебе дошлифовываются многие вещи тоже тебе надо дать ответ на все вопросы и бог тебе помогает если учеником тем ноги уже вопросы не интересовали душно и ладно это не знаю да и ладно тут ты должен знать и бог тебе все открывает вот и тут это конечно прав но я что за что скажу то в принципе этот аргумент конечно это и говорит что он но он прав с одной стороны и тут не хочется конечно даже и не прав потому что это опять-то оставляется на доброволь на свободном выборе да я пишет а раз такой необходимости нет то религия не может служить оправданием да если человек тянется к свету он действительно скажет слушая зачем мне это оказывается принуждение нет уж добром это назвать точно нет пусть злом не называется но и добром да нету что это заповедь надо убивать это хорошо да то есть получается это не добро не зло хотя зачем мне это делать а мне тянет то все религия меня ни к чему не обязывает так что я внутри к чему я склоняюсь я склоняюсь конечно к любви сам бы я этого к добру я бы этого не делал да не убивал бы там все я выбираю но это если человек его вектор в сторону света направлен а если в сторону тьмы все он спокойно да не обязывает но она мне дает свободу а я выбираю вот зло потому что в религии люди а то что не по плоти там якобы что-то исповедует даже мог произносить такие слова что бог есть любовь они грешники их тянет козлу и религия нужно зачастую просто оправдать свои греховные поступки какие-то там явные вроде как всеми осуждаем но хорошо он бы может и убивал бы но запрещено он не убивает людей а животных нет всех всех тебя тоже пожирают убивают проплачивает пожирает и он такой же все хорошо ему хочется это зло в этих злодеяниях участвует его все устраивает его этот аргумент как бы что вот как бы не принуждает но не принуждает то что ну вот им тогда это не добро не зло делай что хочешь то есть тут опять получается мы хоть вроде бы поговорили о религии получать то взываем опять чисто к внутреннему человеку к истине к его свету ты сам как ты считаешь что-то можно вообще религию не тронут как просто отодвинь ну я говорю хоть и так а взрослым правильно начал донести что смотри нету это то есть мы должны залить или сын просто хотя бы в сторону оставить отодвинуть если не можешь ей апеллировать она тебя не обязывает это личный выбор так как там грешники их тянет во тьму он тебе не позволит ее отодвинуть у скажет а зачем ее отодвигать то она оправдывает мои грехи это же мне как хорошо то я грешника мне тут религия мои начальники неважно как они называются папы и пастыри кардиналы мне говорят что я хороший гладь меня по головке то что я конечно вот потом ты говоришь мне до светлый человек что я потом отвечу за все ну я вот у меня поп поп не полотенчиком снимать все головы с макушки я счастлив лапшу мне на уши вешать что я не в ответе больше ни за что это же грешники надо понимать что ты говоришь с грешником грех это злодеи это зло со злодеями говоришь поэтому тут вызывать к тому что стебе были любой религии не запрещает но и не принуждает к убийству животных поеданиях их трупов над просто тут ты просто опять на везуху действуешь да это правильно я вся показала острый ум ваше вежество она сыграет всегда вам на руку это безусловно некоторым людям не хватает каких-то слов и когда вы подберете эти слова умный дадите как петр писал давать мудрое и твердое до ответ о свое мучение свое мировоззрение всем вопрошающим это хорошо для христиан хоть сказать посмотреть на христа насколько он всегда блещет умом но даже в тех евангелиях которые до нас дошли всегда это его острота проницательность действительно разумность поражала все эти притчи ответы на вопросы поэтому это конечно хорошо но действительно как я уже сказал для если этот если этот религиозник злой грешник хоть он там и состоит ему лапши на уши понавешивать что он святый ничего тогда не сработает в концовке в зовете к его до внутреннему миру а он во тьме он останется в этой тьме к светлым во свет да но там же целый комок вы поймите он скажет они начинают надо 5 грешницы нет оправдываться зачем мне я свое чрево до свое удовольствие прижму а это не запрещать нет а тот будет жрать и будет в раю а я буду тут ущемляться и там же буду а зачем-то общем ущемляться из тут не ущемлять смотрели говорит что без разницы они рабы чрева не рабы удовольствие за счет чьих-то страданий им без разницы да они завистливые они похотлива как тонн дань получать удовольствие будет а я нет но их понять можно то что если у нее такое мировоззрение ада бессмыслиться тогда зачем зачем чем ты ему приведешь то есть ты можешь взывать только вот к добру к свету а он говорит мне религия сказала что ты веришь в историческую личность иисуса христа он все с мои грехи давно на себя взял и настоя и прошлое настоящий будущее берет я могу есть пить веселиться как хочу да и он пожалуйста вроде нигде не говорится что до жертвы не надо больше приносить ну псевдо христиан вроде не приносит но я вроде в их кучки в их тусовки я тоже не приношу но вроде кучка убивает и пожирает или проплачивает убийство и пожирает трупа животных ну я вместе то есть это чисто стадный эффект инстинкт там люди они недалекого ума зачастую и и и и дебилово каменного сердца и разбить его очень тяжело потому что какая-то дарается чему вся это была прелюдия трогание писания сейчас когда мы перейдем к аргументам истины они библейским текстом это будет говорить все как мы с ним как два брата близнеца говорим об одном и том же что бог есть любовь но он так прямо не утверждает много тыс если это так сейчас мы до этого дадем то тогда вот такие выводы это единственный в жизни истинный аргумент но до него мы еще доберемся и сейчас еще кое-что дальше по тексту еда следующие речи были стоит помнить о том что во времена когда писалось религиозные тексты мир был совершенно другим мы не располагали таким разнообразием пищи до религиозников я закончил мысль да что прежде чем все-таки с религиозником получается вот такой вопрос поднимать вы все равно уткнетесь его мировоззрение религиозное и проповедник активист должен хорошо знать его религиозная хрид псевдо христианская называя христианское пусть католическое протестантское православное мировоззрение может старообрядческое кстати старообрядцы некоторые вегетарианцы вот иудаизм пусть это мусульманство буддизм кришнаинство тебе придется знать иначе тебе тяжело будет конечно с этим человеком на уровне разговаривать вот что упрешься в этого концовки тесто будет надо будет разрушить можно сказать сделать его нерелигиозным а это целая беда и целая жизнь я вот в тружусь над этим на этом поле непаханым уже сколько лет и знаете результаты не особо это не так просто освободить человека от религии это практически невозможно это такое болото такая трясина если туда вляпываются оттуда выйти я говорю если даже и плюс я переговорюсь если по плоти даже он выходит чтобы человек по духу оттуда вышел освободился от всего принял любовь свободу и бессмертие все авторитет убрал доверился только богу в своем сердце это это редкость я вам свидетельствую от опыта пусть своего у меня он есть хоть какой-то это единицы один на тысячу такой из тех кто кто даже хоть какие-то попытки делает я говорю стоит помнить о том что времена когда писали религиозные тексты мир был совершенно другим мы не располагали таким разнообразием пищи которые доступны нам сегодня возможно во времена иисуса или мухаммеда без животных продуктов заметьте иисуса мухаммеда и моисей сюда можно было бы приплести до будды там всех на свете до крышны без животных было сложно обходиться но в современном обществе в нашем с вами современном мире такой необходимости нет поэтому то потом поэтому то то как то как питались люди во времена иисуса и мухаммеда не имеет никакого значения потому что мир очень сильно изменился с тех пор в этом отношении я тут написал все пометку религиозных текстах описаны даже вопросы личной гигиены так что если бы мясо было жизненно необходимо об этом точно было бы сказано чем я хочу сказать что я тут нами впервые с это все-таки не согласен так скажем кардинально даже с его этим утверждением ну по крайней мере как и буду все время договариваться не для похвальства а для факта и для утверждения даже не для авторитета просто чтобы вы знали я человек который дословно знаю библию и более того от начала творения мира где мир был веганским мы об этом сегодня еще не раз будем говорить в писаниях возьмите закон моисеева возьмите тору иудейскую до винтика там до клёпочки да да кто знает когда все весят закон моисея как он прописывался до шнурочка описано как там платки было шить там ковчег этот строй да все эти проще вещи палаточки одежды священнические бог якобы моисею там рассказывал сколько там должно быть стежечек затронуты в законе моисеева и в иудейской там всех этих торе и все что потом этим богословием там бросло затронуты моменты я говорю если вы идете якобы мысей говорит якобы бог ему открыл да что вот там возьмите лопатку если вы хотите там по большому сходить выйдите там застан откопая обязательно присыпи то что повсюду говнище не валялось уж такие вопросы описаны и про женские там дела вот эти месячные да много много настолько тонких казалось бы даже личных как это говорят вещей интимных затронута что уж утверждать о том что во времена моисея времена были другие если бы во времена моисея иисуса игры тут можно весь собрать весь сон известных каких-нибудь людей такого из характера религиозного и буду и кришну всех сюда можно собрать да и моисея если в их времена якобы это я как бы даже эдовскими мыслями хочу дополнить ему уже сказать была возможность но он тоже как может тут я не то что прям камень его огород не понимаете я сам веган да но хочется вот так доформировать мысль у нее не доформирована я помогу ли может быть он тоже немножко не доформировался в этом плане да и он мне в чем-то помог я вы ему с радостью помогу если во времена вот этих всех великих учителей в частности бога приходящего во плоти иисуса была нужда в этом необходимость якобы там без мяса люди помирали не было веганов да и так далее потому что действительно тогда мы в противовес можем спокойненько взять жизнь там почему-то на востоке там будь восточная азия действительно сколько там там веганство всегда было очень широко развита в чем тогда раньше там люди и жили все эти йоги живые жили там по 100 по 200 лет и ничего и вообще масса людей именно веганов и причем идейных это исповедующих да все знают что восток этим отличается пожалуйста что нельзя было у них что другая там культура и амиду растительные что все то же самое бог создал мир так что выжить можно везде на растительном питании а уж возьмите израиль да возьмите мусульманство где мы сей восток это да еще ближе туда все тоже самое территориально все тоже сам плюс минус километр вот поэтому я тут игры след как бы так утверждает это я даже могу с ним не согласиться вернее я с ним не соглашаюсь но может быть все переводы как я сам говорю я в ответ за то что я сказал на не за то как вы меня поняли возможно мы неправильно понимаем это еще его переводы так далее вот но вот если так понимать как я вам сейчас как бы излагаю сам отвечает то это вообще не аргумент и не оправдание действительно и даже сам факт как бы если бы это было кто же это кто же сам что говорит как бы было бы тогда принуждение нету этого нигде нигде нет принуждения вот именно есть мясо значит этого и не было потому что религия всегда свод ее правил законов и обрядов отражает человеческую жизнь и плюс вот до бытовухи и раз это правильно сам сказал раз этого нет в писании тут не просто бог не дал им там в писании и в человеческом даже умеет и не зародилось потому что все писания писались в концовке человеками конечно можете верить в сказки про то что каран сводился с небес во время мухаммеда нет его составили богослову через 2 200 лет только после вообще всех этих событий с мухаммедом вот уже когда и мусульманство стало хоть как-то формироваться и наоборот распространяться его надо было хоть как-то брать в узду никакой коран ниоткуда ни из каких небес не спосылался это абсолютно человеческое деяние никакого оригинала никаких даже девятого там уж не говоря шестых там веках нету все писания очень уже молодые да где почему-то древние свитки не и где этот один свиток который с небес упал или эта книга до толмудовый на печатной машинке богом написано ее нету это абсолютный продукт человеческого мысли и творчества да это вот именно точно так же то есть в эти времена полно существовало веганов возьмите восток восточных учителей возьмите буддизм кришнаитство еще до возьмите древние трактаты веды до сутры почему-то спокойненько там об этом тоже есть и многие эти учителя и и оттуда с востока тот тот мир почему спокойненько исповедовал спокойненько люди жили и более того там это его даже преподносилось положительным контекстом вот так что это вообще вот это все знаете раньше был или не было нет это тоже не рабочий вариант вот все было всегда бог не создает и не создавал человеку условий и никогда до последних времен не будет создавать невыносимые условия для человека между выбором добра и зла всегда у него будет выбор сотворить добро или зло ну и мы с вами переходим к следующим мыслям и до которые как я вот вам хочу показать обратить внимание что человек который якобы не проповедует там о боге ничего не говорит до вечность и бессмертие да о том что бог есть любовь якобы да он не говорит об этом в каждом своем выступлении да если я не могу от этого удержаться да что это сущность бытия то он якобы это не взывает к этому в каждом сколько мы с вами уже исследовали его ответов на вопросы на оправдание но давайте мы почитаем или послушность хотите но я буду читать как мыслит человек якобы который там не верит в бога да что говорит или пишет это я искренне верю в том что любой милосердный и сострадательный бог не хотел бы чтобы мы ели животных которых он создал которых он создал есть нас в этом нет необходимости которых он создал и чтобы их убивали необходимости но это интерпретация его таких же этих как и моих голосовых видео тут меня может быть немножко ударение неправильно поставлю но вы поняли да в конце концов он это он же придумал и создал их он дал нам способность чувствовать страх боль и страдания как мог белоси милосердный бог позволить или задумать все так чтобы нам приходилось причинять боль и страдания животным затем убивать их в то время как животные всеми силами стараются этого избил избежать слушайте я вот вот пример казалось мы все на одной планете живем почему тоже всегда люблю об этом говорить когда там почему-то утверждаешь за какого-то человека и дамы все одинаковые нас одинаковая природа мы одинаково плюс-минус мыслим вопрос насколько мы в этом познании или ущербности своего знания продвинулись ну и в кавычках если не в ту сторону да и вот живой пример я просто показываю это не ссылается ни на книгу бытие ну так называемых христианской интерпретации торы под названием ветхий завет на первую главу до не ссылается на бережит такая же книга бытия только втория иудаизма откуда и везет весь ветхий за это по сути просто в свое время с не буду вдаваться в подробности кто знает тот знает кто нет может об этом узнать откуда появился все библии ветхий завет христианском варианте на кто его когда перевел об этом есть видео можете в интернете все это найти он не ссылается это я уже не могу сдержаться и подкрепить слова и да естественно заметьте какие слова я искренне верю вот он верит а что я пишу я тут пометки делаю он и не хотел не позволял то есть все слова которые это употребил я искренне милосердный бог не хотел чтобы мы убивали и ели животных что он был милосердный не позволил и не задумывал вы заметите какие слова употребляет это что бог первое за мысль у нас мы образ подобия бога это мысль воплощенная в слове или в деле он не задумывал да он не позволял до них надо было выбрать и не хотел он не задумывал ум он не хочет сердце это область желания и он не позволял это перечислил все что описано в первой главе книги бытия в христианской интерпретации или берешита в иудейской торе он не мыслил так не задумывал он не хотел и не позволял именно все это описано в первой главе книги бытия который сегодня конечно же в рамках это видео я уже не буду не читать не все там описывал интересно у меня уже на сегодня хоть я еще буду писать по библии и некоторые видео кто знает в рамках вот тоже такого цикла что я не веган потому что христос что-то сделано или в библии что-то написано там да вот но у меня уже есть видео на эти темы и уж в частности вот на первую на первые три главы книги бытия веган по христе плейлисте которым я еще буду в конце все говорить там все это уже есть кому интересно пишите одном прямые ссылки если сами не знаете как что найти кого интересно кому интересно именно это все там описано и я специально обращаю внимание на слова это он где я искренне верю и я всегда тычу особо потому что мое сердце особо болит за христиан потому что они примут чехчайшие осуждения тем больше осуждения как говорил иисус потому что кому много вверено с того много спросится он верит а а христианин а иудей а мусульманин потому что их не их коран это интерпретация уже как я всегда называю сочинение это изложение с элементами сочинения чего библии из кто не знает это очень достаточно мудрое такое специфическая пусть но я вас уверяю что это так и есть вы можете я вас уверяю тем что вы можете обратиться к моим видео на моих каналах убедиться в этом что коран это изложение с элементами сочинения библии интерпретации определенного ученика как хотите школе вот ему дали свободную тему до перескажи библию чё там хочешь дофантазируй вот это есть коран что они все нации там тоже есть все из из первой главы как создавалась продам у еву пусть все как всегда в изложении с элементами сочинения но это действительно так они обо всем этом знают так я к чему говорю это который не верит бог употреблять слова что он верит вы которые религиозные веруны или еще кто угодно но утверждайте что бог есть вы знаете это где даже это написано вы знаете каким бог сотворил мир каким бог сотворил рай его замысел вы знаете его желание и его заповедь данную в раю вы все это если этого этого все верит то вы знаете из вас будет особый спрос вы знаете а я особенно я до конца добивает христиан ну псевдо христиан вы знаете и утверждаете что бог есть любовь у вас язык поворачивается будучи трупажорами убийцами человекообразными употреблять эти слова в одном словосочетании это неверующий якобы в бога человек но он верит в то что бог создавая мир не хотел не задумывал и не позволял убивать животных дав и им душу живую и нам которые что ощущает боль или наоборот удовольствие но ощущает боль и удовольствие тела все это там через видимый мир как-то там в невидимое попадает да и мы все испытываем и дух нас ликует или наоборот страдает это верит в это вы знаете об этом знаете об этом описано в книге бытие вы знаете следуя этот вопрос я удивился я вам сейчас тоже не буду давать источника боль то сам пытался искать там не всегда понятно насколько это правда но раз я встречал что были такие какие-то отдаленные ссылки что якобы там один раввин вегетарианец и такой вроде как богослов там я попытался труды найти но оригинала я не нашел может это правда может миф конечно ну я в это поверил почему ну потому что у них такая же тора и и якобы это было по статья ему посвященной ли о нем но я как-то оригинал так и не нашел его я нашел этого человека как бы ну чтобы у него такой труд был то есть я не знаю насколько все это правда вот но в принципе по той статье все складывалось то есть там автор утверждал что вот этот иудей богослов был вегетарианцем и говорил о том что вот как в первой главе написано мы так должны жить вот он замысел желание и заповедь божья ну а по сути его желание и замысел это и есть его сущность бытия то есть его заповедь он таким создал мир то что в говно мир превратили мы а не бог это надо понимать пожалуйста я не удивился что так и есть но и брат про америку шум в америке там более к этому либеральным поэтому всегда шоу машине не в такой ортодоксии да может такой есть и это правильно если так было бы мусульманин по идее должен до этого допереть потому что хоть это в интерпретации потому что ветхий завет как я вам еще раз повторюсь и тора это практически одно и то же да вот там есть различие но сразу оговорюсь они не касаются вот именно этих вопросов реально там все слов в слов коран пусть это интерпретация уже очень вольная но я вам как опять же знаток говорю что там все то же самое там это не скрывает то есть пожалуйста ты остаешься свободен принять истину она даже в коране не сокрыто что так именно и было мусульманин может опереться на это может есть не у желание это будет зависеть от него готов он сердцем принять не все бредятины человеческие которые потом нагромозили а вот это самую настоящую истину как было от начала это об этом пишет и он говорит что он в это верит а религиозные люди которые отговаривают с тем что бог разрешил знают об этом и противится воле божьей это дальше пишет от это место вечно страданий более страх вот казалось бы мы с вами еще раз я скажу повторюсь да нигде обычно об этом не говорит до слова для него от небесное царство до далекие очевидно что это на время всех этих роликов там видео тескан писал он не является никаким там верующим человеком как это говорят но говорит он то что должны говорить как раз эти верующие люди от это место вечно страданий более страха если вы увидите что происходит на скотобойне вы поймете что это тоже это и есть те же самые места вечно страданий более страха и в этом мире для животных дьяволом являемся мы люди играет уже стала действительно такой мудрой фразы высказыванием цитаты да ну мы не очень хорошее слово на мишка другом говорит да в среде веганов особенно когда не вот религиозникам тычет и правильно я естественно в их же команде что если бы у животных была религия то дьявол в ней был бы человек это абсолютная истина мы для животных господа это да только что должен делать господин что было от начала что было прописано в книге бытие в первых главах сотворения господствовать слово означало любить заботиться что мы сделали мы поработили все мы слову господство как господь господь бога называют господом очень часто но что-то никому не хочет чтоб он превратился в кровожадного тирана подразумевает что господь хороший бог любовь так так что живут от господа над животными которым бог вас верил проявлять заботу нежность и ласку да а в природу всех животных была вложена эта любовь к человеку выше во что превратили божью природу в себе в девальщину вы для животных кем стали самым настоящим дьяволом самому стоящим а скотобойни сделали самым настоящим адом я всегда говорю вы что сделали во что вы сами превратились в бесов и что вы из животных сделали вы упадете как в библии сказано в ту яму которую вы или другим вы в это дерьмо обязательно сами окунетесь по уши по самую макушку в этой жизни в следующей временной жизни в вечной жизни вы хлебанете ровно все то дерьмо чем хлебанете с лихвой нож когда ты хлебаешь ровно столько сколько ты сделал ты пока ничего еще не понял ты лишь хлебанул то что ты другими сделать их либо нюш в два раза больше чтобы понять что такое когда ты теряешь когда ты ущемляешь когда с тобой поступает несправедливо нож когда тебе с тобой сделать ровно то что ты делал другим ты еще ничего не хлебанул ты лишь возместил то что я ощутил на себя то что ты должен был ощущать но ты-то когда то кому-то причинил вред зло боль вот ты поймешь что такое когда тебе ни за что причиняют боль мы причиняем им боли страдания заставляем испытывать страх но они не сделали ничего плохого чтобы заслужить такое мы заставляем их проходить через весь этот ад и ни один бог глядя на наши с вами действия и на то что мы делаем с этими животными никогда не скажет что это приемлемо слушайте любой лигиоз не конечно представляю как ему тяжело я отсюда на своей шкуре знак ну что ты знаешь о боге да какое ты право от его имени говоришь да потому что его устами говорит истина в его словах бог потому что он благовествует любовь все его противники это противники бога противники дьявола в этом вопросе что еще прибавить я об этом говорю постоянно я конечно моя такая вот участь добиться с религиозниками в частности с христианами да это самые основном свои уперты люди они мнят о себе что они святы это абсолютно не так их не дела как иисус сказал посмотрите на дела на дела их рук вот их не дела вот все тут все о чем я все время говорю обо чем мы все время говорим это о любви ну давайте еще к этому вернемся потому что в конце все равно это просто молодец он просто гениален да бог действительно в нем и говорит его устами давайте еще его всегда эти аргументы он очень молодец он с разных сторон попытается посмотреть на просто даже мне иногда не хватает типа терпения и может даже ума действительно как со всех да я иногда про желание цели не вижу до того что мы даже сейчас с вами поговорили этого достаточно все я всех принимает это хорошо нет ему уже хуже ну давайте папа почитаем с вами посмотрим чем это войдя в оправдание религия ну коротко его назвали до разрешает не убивать важно помнить что религия это личный выбор это верование религию все правильно говорит абсолютно вера бредим всем человеческим то что я проповеду я проповеду истинно это то что есть это объективно каждый может оценить потому что все о чем я проповедую всегда можно на тебя надеть эту шкурочку потому что я проповеду один закон любви поступать другими так как ты хочешь чтобы поступали строго с тобой и не делать никому чего что не хочешь делать себе любой закон жизни любой поступок рассматривается за призму и все вот вся истина она легко определяется сказать ему или помочь ему на него примерить это да и все сразу станет и становится на свои места где ложь а где правда где истина где нет где добро внизу все элементарно все в жизнь поэтому когда люди используют свое убеждение в оправдании убийств животных или причинению боли и страданий другим живым существам это звучит крайне лицемерно абсолютно лицемерно а еще многолично над слов употреблять ваш лицемерит когда ты по лицам меряешь до слова двусоставное просто а есть еще такое двуличие многоличие очень люблю потому что религиозники живут у них тысячи личин они на работе одни там другие четвертые вся их не многоликость и вины вы именно до в убеждениях то же самое это не просто лицемерие это многоликость это немножко разные понятия к тому же если мы морально оправдываем убийство животных на основании субъективной интерпретации текста библии тут он тоже прав на самом деле и любого другого религиозного трактата в котором говорится что это приемлемо следуя этой логике вы вправе оправдать и правильно себя говорю ну прими тогда ты пишешь что-то весь букетик принимаешь свои религии тогда следует локи мы вправе оправдать что притеснение женщин псевдо христианство притесняет конечно женщины у них тоже да муж глава она так подметка мусульманство о чем вообще говорит там женщины души нет она и в раю не будет это вообще какой-то не до полу животное вы лиги ты много мы берем мировые известны а их ты поменьше сколько всего-то там всех сект этих отклонений тут и жизни не хватит все перечислить уже наверное да женщин и гомосексуалистов но тут конечно сейчас вообще полыхнет у кого не да я добавляю в скобочках всех гоев не евреями пожалуйста в иудаизме них все вы же очень часто христиане там возмущается ненавидеть иудеев особенно радикальные какие православные там да и католики протестанты а то они очень любят и семь не что нехорошего посмотрите чем занимался ваш основатель один из основателей до лютер какое отношение было к иудаизму частности к евреям вообще что он писал и что делал вот пожалуйста хотя и что они хороши что эти картинку тоже не просто так внутри все то же самое творится кого-то назначает еретиком спокойно могут придать огню это живое создание божье никому не делающие вреда просто потому что она вот с этими ряжеными не согласна да у мусульман пожалуйста все неверные все не мусульмане всех под нож ты это не мои слова это не радикальный мусульманство это в коране все описано каждый неверный достоин клинка под брюхо ведь если субъективно и только это так на скидку все во всем ковырнешь там это вообще дурдом ведь если субъективно интерпретировать религиозные тексты то можно прийти к этому заключению ко всему что мы говорим там там столько можно зла оправдать хочешь быть праведным грешником как игры ну да познай библию коран и все у тебя будет хорошо там столько можно найти оправдание своим беззаконием который вообще тоже не соответствует истине который противоречит их если же мы морально оправдываем какое-то одно действие ссылаясь на библию другой религиозный трактор это вовсе не следует что мы можем морально оправдать любые действия ссылаясь на свое понимание таких текстов в общем дури там много если вы конечно хотите жизнь провести свою воду да и здесь на земле и в будущем жизни в принципе флаг вам в руки но вы как иисус сказал обманетесь и будете кусать локти будьте горько по там плачет и скрежет зубов будьте до очень сильно от этого от всего страдать картинка прям не помещается ну да ладно давайте еще в принципе это приводит прекрасные еще один аргумент все то же самое для этого достаточно знать первых трех глав книги бытия в христианской версии ветхого завета или берешита в иудейской еврейской торе и прекрасный аргумент приводит я вот тоже конечно но все вместе давайте посмотрим на это немного шире выращивание убийства животных уничтожает нашу планету животноводческая промышленность является главной причиной изменения климата вырубки тропийских лесов вымирание видов появление мертвых зон в океанах практически все современные природные катастрофы так или иначе связаны с потреблением продуктов животного происхождения если бог по этим текстом можно понять что это не ассоциирует себя с верующим в бога но он говорит на языке того с кем он общается человека и он говорит если твой бог или как ты считаешь бог действительно пусть он существует я от него по плоти вроде как отрекаюсь не признаю но если этот бог он общий да не то что он твой или мой он просто есть создал эту планету для нас если а верующий еще расскажу он не если и не верит он знает исповедуя первые главы книги бытия или берешита или корана то же самое возьмите я говорю кто не знаком я вам свидетельствует хотите узнаете вместе со мной может даже узнать это я читаю коран на канале уже доплайн дочитал что там все то же самое то что это свободная вольная интерпретация библии то практически все так если бог создал планету для нас чтобы мы прожили на не отведенное нам время с чего вы взяли что он будет рад что мы уничтожаем планету который он создал для нас он создал эту планету чтобы мы на ней могли жить а мы разрушаем и собственно руками на его глазах еще раз обращаемся пусть я сейчас своими словами ничего не открывая ссылки текст кто захочет и все это найдет моих других видео бог творит планету каждый раз после каждого дня говорит что все очень хорошо все отлично я красавчик все это делает сначала для человека он не сначала делает человека и кусок грязи его кидая до грязное болото нет создать прекрасный мир до эдемский сад на востоке рай посреди древа жизни на которую человек может всегда вкушать и что и говорит что он говорит человеку все это даю тебе господству и там пусть слова до нас так дошло смысл понятен люби все это возделывай написано еще в другом месте уже второй главе когда все немножко повторяется описание еще раз сказано что бог сказал человеку возделывай и храни это все то есть учись и сохраняй того чего фиксирую об зашел на ступенечку любви зафиксирую в раю тоже можно было любить там не надо было любить жертвенной любовью но там надо было любить это естественно доставлять друг другу удовольствие тем самым радостным сам делай друг другу счастливыми через все возможные ощущения в жизни что мы делаем с этой планеты это все правильно говорит но конечно все что он говорит труппажор должен принять религиозным должен принять что да то как мы разводим все как мы животным делом это вредит окружающейся посмотреть фильм на статистике статьи ученых почитать на поверить им хотя он другим тоже верит обратной стороне когда там что про медицину в ряд вреда мясо или не вред ты конечно веришь ты всего этого не видишь ты сам не смотришь в микроскоп и ты не сам собирал статистику мы не верим порой как там у нас президента выбирать на все по делу здесь тоже самое на реально да есть люди так говорящие так получается в концовке все это на твое все равно вот здесь ложится что ты выберешь то только потому что у нас есть эгоистическое желание потреблять животные продукты ни один бог не смотрел бы на все это с радостью гордостью за нас такие действия достойны лишь презрения увязанность увязнув в своей непомерной гордыни здесь сет молодец слова религиозные употребляет и гордыню не уредка встречала сколько мы с вами читали об этом до всех оправданиях мы разрушаем мир который бог создал для нас представьте себе ситуацию что вы что-то сделали своими руками в подарок своему другу например стол а как только вы подарили его ему он стал ломать его прямо на ваших глазах чтобы вы почувствовали выбор зазлились расстроились выбор разочаровались вот то же самое происходит с богом он создал эту планету для нас а мы разрушаем ее на его глазах мы разрушаем его творение но что еще мог но что еще может чувствовать бог гнев разочарование и отчаяние мы же разрушая мир который он создал для нас мы уничтожаем его творение животных которых бог также создал для жизни на этой планете они для нас и так и есть они сами по себе живут они в нас не нуждаются только в нашей любви как и мы в их не нам также приятно когда не к нам властятся веселятся с нами до лежатся улыбаются играются все это аргумент аргумент но для религиозников которым все насрать они спасены кто протестанты по вере кто под полотенцем у батюшки типа православных и католиков и там в кабиночках им все до лампочки эти люди не ищут истины им ничего не нужно их бог чрева аниме святоземном все их не интересует святость совершенство и истина их нити казалось бы как религиозник может не тратить истины не интересует она его вообще истина это совершенно то что сама светлая святость доброта пик бог божественность абсолют их это не интересует он пить курить бросил или там наркоманию все все кто ходит по субботам все больше отвали от меня ничего мне не надо читаем дальше этого речи и мысли мы также идем против замысла бога я сразу в пометочку делаю о питании бытие первая глава что бог когда все создал это уже животных все создал что он дал в пищу человеку в первой главе главе книги бытие написано и аналогично в первой главе берешита вот просто еврейское слово обозначающие на русский опять же бытие но я чтобы отделить так называем что написано и создал бог человека по образу подобии и подобию своему и сказал ему что всякая всякий плод который падает с дерева скуста все это будет тебе в пищу а всем зверям полевым даю всю зелень травму это будет вам в пищу мы идем против замысла бога это был замысел от начала было именно так вот он бог я всем всех религиозников я всегда тычу в эту первую главу и ничего с этих пор не поменялось бог не изменен своей любви от на земле появилась после первого человека который сделал свой свободный выбор он взял и убил животное сажал я утру мы также идем против замысла бога присваивать то что не задумано для нас ну и тут в частности это будет говорить о молоке но человек был создан веганом в полном смысле словов о чем и настоящий веган и проповедует это плоды и растения все что с этим связано до грудно присваивая то что не задумано для нас грудное молоко коровы предназначена для теленка но уж и молоке мы сегодня будем уже у меня есть ролики уже мы оправдание это разбирали по поводу молока по поводу того что вегетарианство достаточно якобы просто не жрать там трупы убитых млекопитающих что такое действительно в первой главе книги бытия не написано что ты будешь яйца есть молочку ты будешь сосать чужую ты человек будешь не до конца жизни даже материнское молоко своей матери она будет там сцеживать это был бы естественный процесс нет ты еще буш корой присасываться взращивание свою как и все млекопитающие грудного молока это вообще это дурь такая бог создал коровы надел ее способность производить молоко для вскармливания только своих телят это так и есть как и всех млекопитающих как и люди ни одно на свете млекопитающие после того как она от грудь от груди матери отходит и начинает потреблять другую пищу до более твердую но больше никогда никаким молоком не питается тем более животного даже не принадлежащим к его особи только человек до этой тупости додумался до насильственно оплодотворять забирать детей убивать телят и доить эту корову и пить от молоко и только человек в этой тупости и безумии мог до этого докатиться от начала так не было вот откуда это он не ссылается на первую главу бытия это я уже подписываю отдельно страницу сделать что-то скажем его тексты не изменять именно об этом сказано для религиозных людей то для всех что человек создан веганом мир был веганский этого это верит а религиозник об этом знает и якобы якобы к сожалению якобы он знал он знает об этом и детата если ты знаешь должны исповедовать это и проповедовать они знают об этом но они это не исповедует то есть не живут поэтому и не проповедуйте стоит то что пропридают что как ты живешь когда мы искусственно оси меняем коровы отнимаем них детей для того чтобы забрать себе их молоко мы идем против бога потому что бог не задумывал молоко коровы для нашего потребления. Истина так. Что еще нужно религиознику? Вот что. У него есть знание о замысле, о желании и заповеди Бога, описанной в первой главе книги Бытия. Ссылки там на девятую главу. Давайте сразу скажем там в Библии. Будет мне какой-нибудь смотреть. Опять будет в комментариях это чепуху писать. Я в конце дам анонс, сделаю анонс своего ролика, своего плейлиста Веган во Христе. Там есть ответы на все эти вопросы. В рамках сегодняшнего видео мы просто разбирать не будем. Что там с Ноем, что там с Моисеем, что там с Иисусом. Если вы религиозный человек, верующий, вдруг услышали эти словеса мои, кто-то свои может, не дай Бог, поделился этим видео. И вас действительно, тебя что-то цепляет. Ты хочешь разобраться искренне. Я дам отсылку к своему плейлиста. Там ты найдешь ответы на все вопросы. А еще мы, это об этом я тоже часто говорю, вы знаете, выборочно селекционировали, генетически модифицировали его создание. Насколько должно быть это неприятно Богу? Мы взяли его совершенные творения. Здесь такие слова это употребил. Они не кажутся такими страшными. Я скажу более правильными словами, я считаю. Все хорошо, эти научные словеса, да. Мы взяли его совершенные творения, хотя здесь он уже ближе, да, к истине говорит, творения и решили поиграть в Бога. Давайте, ладно, дочитаем, я уже скажу. Мы изменяли его творения до тех пор, пока они не стали соответствовать нашим потребностям и эгоистическим желаниям. У Эда все сказано очень мягко, такими знаете, или так перевели, дипломатичными. Его речь похожа на речь дипломата, хотя я его речи слышал, я видел его ролики, я говорю, и дебаты такой редкости, мне почему-то кажется, особенно когда я имею в виду прямые, да. Да и может и в текстах не так, я говорю, уже так, может, перевели, неважно. Суть о чем? О чем я говорю постоянно? Дело не в том, что игры Бога. Мы и должны не то, что играть в Бога, мы должны стать Богом по его же заповеди, но Богом каким? Богом любовью. И любовь проявляется лишь в дарении радости. А вот это все, да и можно что-то творить, создавать, в принципе, то, что мы там что-то в мире там, да, из двух палочек соединяем, у нас домик получается. Это все и как раз правильная игра в Бога-то. Но мы что сделали? Мы изуродовали все сельскохозяйственные, домашние так называемые животные для якобы удовольствия нас каких-то, чтобы мы там погладили ее, завели, да, сельскохозяйственных для убийства, не знаю, в загоны для цирка, чтобы просто, потому что она якобы хищная. Хотя изначальники хищников, как мы, кто опять обратится в первую главу книги, я поймет, не было. Вот это все люди, закованные теперь в телах животных после потопа. Все эти животные, которых мы якобы вот как-то поработили, мы именно поработили. И что сделав со временем, поработив их, меняли их природу. Реально меняли, ломали их природу. Они спокойно жили без человека, Бог так их создал. И сам Иисус говорил, что даже человек не должен терзаться мыслями о том, что ему завтра есть, или пить, терзаться, не думать, а терзаться. А уж, говорит, тем более, и укоряя людей, Иисус говорил, что укорял в маловерии, что Бог печется, а всякой птичке даже. А людям так еще и говорил другими словами своим ученикам, что и волосы с головы вашей просто так без воли Божьей не упадет. Ничего с вами плохого. Ведь его воли не будет. Бог есть абсолютная любовь. Животные от начала творения, описанного в первой главе книги Бытия Берешита, мы видим, что созданы абсолютно автономными. Бог сам все так в природе придумал. Все без нас, без человека, спокойненько развивается. Наше дело было все это улучшать, только. Улучшать не потому, что это плохое. Ну, слово неправильнюшко иногда на мне выскакивает. Творчество это не обязательно улучшение. Это изменение. А изменение тоже это... У красоты нет понятия добра или зла, лучше или хуже. Поэтому, я говорю, слово, конечно, надо мне от него избавляться. Иногда я его неправильно вставляю. Это красота. Все, что мы должны были, это творить. Потому что мы из яблока груш соединили, и у нас получилось... Как она называется-то? Я люблю эти яблоки, которые груши-то отдают. Это не хорошо, не плохо. Это мы просто... Да, Бог нам... Как Он творец, мы по Его образу подобию сотворены. И у нас сидит эта жажда творчества. Это нормально. Мы никому зла не сделали. Яблоко с грушей скрестив. Да. Это прекрасно, отлично. Получили новый вкруг. Как им называть? Я забыл. Эти сорта-то. Мне очень нравится вот это яблоко-груша. Очень прикольный вкус. Тоже необычный. И груша... Они не заменяют грушу. Ее на помойку никто никогда не выкинет. Да. Это еще что-то новенькое. Это просто радость. Бесконечная радость жизни. Вот и все. Что мы сделали? Все животные, которые... Человек порабощал, после порабощения он уродовал их неприроду. Уродуется она элементарно. Есть закон о жизни. Ты помещаешь в одну какую-то ситуацию и меняется природа. Вот так Бог специально придумал. Но мы можем это либо на добро использовать, я говорю, меняя в правильную сторону, либо во зло. Вот человек как-то с животными в частности все во зло употреблял. Вот так вот. Поэтому мы порабощали и уродовали. Этого не было. Никаких домашних животных или диких не было от создания. Все животные любили человека. Не вредили человека. Абсолютно. Ни одно животное. Первое зло и убийство сотворил человек, убив животное. Это и было первородным грехом, как его любят в христианстве называть. Это и было грехопадение Мадам и Евы. Убийство, за которое они вкусили сами смерть. И за которое они были одеты во что? В одежде кожаной, в одежде животных написано. В животной одежде. Потому что они именно этот грех и сделали. Самый страшный грех это решение кого-то жизни. Перед этим причинив что еще и страдания. Вот мы теперь и носим на себе последствия этого греха. Смерть. Потому что сами эту смерть в мир внесли. Вот так вот. Не яблочко срывал Адам с яблочкой. Не яблочко. Представляете? И даже не плод. Это символные слова. Это было настоящее настоящее убийство некоего живого существа. Ну и потом это превращение в массы. Вот так вот. Поэтому вот откуда это все это знает? Я не знаю. Он не ссылается, как видите. Он говорит о каких-то святых писаниях, о трактатах. Но он не дает ссылки. А ведь все это написано. Возьмите Тору Библию в первой главе этих первых книг, которые там по списку стоят. Бытией Берешит соответственно. Возьмите Коран. Но я Суру точно не помню, потому что Коран отличается в отличие от Тора с Ветхим Заветом полной анархии. Там нет никакой структуры. Там Суры выстроены просто. Аля Шабаля крути рулетку. И там не в одной. То есть там нет последовательной истории. Там просто в нескольких местах я про что говорю. Все это отражено воспоминаниями. Потому что это абсолютно свободное изложение с элементами и вообще неограниченной фантазии в твоем сочинистском творчестве. Все что хочешь добавить. Вот так оно писалось. Вот это надо тоже понимать. Но отголосками все это там есть. Так что несмотря на то, что в религиозных текстах есть фрагменты, позволяющие человеку есть животных при необходимости, существует множество фрагментов, подразумевающих, что мы были созданы веганами и запрещающих нам причинять вред божьих творений. Вот смотрите, это опять, я говорю, из-за своей возможной неосведомленности в этом все равно. И может быть это переводы, я говорю, не знаю. Он говорит, что существует множество фрагментов, подразумевающих. Может, это перевод уже неправильный, поэтому тут камни вообще не в сторону этого, понимаете, да? тем более с него-то спрос, он же не ассоциирует себя с религиозным человеком. Это и так гениальные тексты, мысли, проповеди, которые он до людей доносит. Это я уже как в этом плане, как я вам сказал, безусловно, выше него, просто по своему пути жизни, потому что мой путь жизни пошел по этому. Я в этих областях наверняка просто больше него разбираюсь. Вот и все. Поэтому могу даже прямые ссылки спокойно давать, да? Так там неподразумевающих в первой главе еще раз, сколько раз сегодня произнес книги бытия, да, христианской Библии и книги Берешит, да, еврейской, иудейской Торы, прямо написано, что человечество, мир был создан из любви и любовью, все животные были созданы веганами, все животные, поэтому и сейчас любая кошечка, собака спокойненько выживет на веганском питании, потому что она такой создана из любви и любовью, и ничего не поменялось, не после потопа, это только опять религиозники там пытаются это оправдать, да, вот, и приводят эти аргументы, но у меня на это есть уже отдельное видео записано, вы сможете найти на канале, не найдете, пишите в комментариях, я дам прямую ссылку на ролик о Ное, ну, а по-хорошему я дам, в конце ссылку на свой плейлист, там все эти видео собраны специально, с любовью и заботой для вас, вот, поэтому там не подразумевается, там прямо написано, и религиозники, веруны об этом знают, но, они не хотят это исповедовать, и не хотят это, естественно, проповедовать, исповедь подразумевает жизнь, не хотят ни жить, ни другим этой жизнью светить, прямо написано, еще раз, и возьмем предыдущие слова, мысли, и это правильные, что именно замысел, пожелание и заповедь Божия, а это она и есть, мои мысли, мои желания, были тем, чтобы мир был абсолютной любовью, поэтому все животные, никого, ни даже друг друга, не убивали, до дня творения человека, и во время его творения, то же самое, сам человек был веганом, заповедь была дана, оставаться таким веганом, потреблять только продукты растительного происхождения, ни животного, никого не убивать, ни кие животные, никто никого не убивал, так было от начала, это вера Эда, но это знание людей, познающих, познавших истину, или к ней, с ней, получается, соприкоснувшими, но отрицающие ее на делах, вот, все там это есть, ну все, мы с вами заканчиваем почти, ну, прошлый ролик, втреть сайт, но это, это, да, не правило, скорее, исключение, вот, два часа, это для меня нормально, полтора-два часа, ну, я вам говорил, что последние три, конечно, будут видео, большими, да, прошлое про родственников, это про Бог, и третье про проповедь, ты не одинок, поэтому нет, религия не может служить оправданием отказу становиться веганом, ведь не один, еще раз с этим возвращаемся, слава Богу, у Эда гениально построена от Бога, и само слово его короткое, в отличие от моих, да, заканчиваем еще раз, это все очень правильно, религия не может служить оправданием отказа становиться веганом, ведь не один сострадательный и милостивый Бог, я, как видите, дописываю через слэш любовь для христиан, которые якобы об этом заикаются псевдо христиан не будет считать приемлемым то что мы делаем с его творением так и есть все кто убивают эксплуатируют животных одним словом не веганы эти люди идут против замысла желания и заповеди божий нам не нужно есть животных чтобы выжить выживать в связи с тем что мы не вынуждены это делать и у нас в этом нет никакой необходимости ни один бог я еще раз говорю особенно кто познал истину что бог то есть и сама эта любовь он любит и этой любовью сам сущностью во всем мире является и как личность он любовь не одобрил бы и этот бог когда-то являлся на землю иисус причинение таких ужасных страданий боли и самой смерти невинным существом веренных ему в любовь в заботу и попечения от начала творения это я уже тебя все добавляю что еще сказать конечно вы тоже видели публичные мои споры из вот с такими вот псевдо христианами это жуть ему ничего не доказать это только откройте чайка с помраченным умом и окаменелым сердцем вы видели я доводил их спокойно они публично говорили признавались да я убийца то есть и так и есть но ему насрать вот просто насрать я специально выражаюсь такими словами они более явные понятны нам же слова срать то неприятно какая вот именно это они делают им насрать на истину насрать на бога они могут говорить все что угодно на словах исповедовать иисуса таких людях так и говорил что на словах они чтут меня до библию читают в капище в свои ходят собрания молятся писание читают сердце их сущность их далеко отстоит от меня и в конце иисус сказал он скажет таким отойдите от меня все делатели беззаконно я внизу тут так и написал такие как этот землянин и я будут судьями и обличителями религиозникам в день суда в день великого суда в день апокалипсиса кто знает да как иона и кто знает я сейчас хочу для людей знающих писания сказать как иона был для нивити для нинивитин так это для англоговорящих язычников христос для иудеев я для христиан и вы помните как иисус прямо сказал иудеем и говорил что что говорил иисус иудеем обличая их был нинивити не восстанут кто хочет разобраться о чем иисус говорил у меня есть на канале христа любви гон библии чтение библиных писаний книга пророка ионы если интересно это всего книга в четыре главы я и пом за раз там прочитываю и вот эти нивити не иисус говорят были обычные язычники но бог послал еврейского пророка к ним обличать их злодеяний он побоялся не захотел там долгая история ну как там коротко все помните это тот иона которую кит проглотил да когда он побежал от от выполнения своих обязанностей новой концовки бог все так устроил он все-таки пришел в нинивию это огромный по древности столица город столица то империи да и он проповедовал обличая людей в злодеяниях и нивити не приняли его слова покаялись даже сам царь сошел с трона оделся в рубище в грязные рабочие вонючие одежды в котором уж никогда в жизни одевался посыпал свою голову пеплом и действительно раскаивался в своих злодеяльных исками переосмыслил свою жизнь и так делал весь ну тогда немного миллионы это были стотысячники города это были огромные города одноэтажными зданиями да и не этим покаялась и несмотря на то что бог обещал ее как бы через иону якобы говорил что вы все равно будете уничтожены когда они покаялись да они оказались не уничтожены и вот иисус говорил и иудеям которые не хотели принимать слова истины слова любви от него и он говорил что не не видите не восстанут в день суда и обличат вас и будут вам судьями потому что они услышав слова ионы об обличении зла покаялись вы же мое слово слышите не каетесь и здесь и я больше ионы вот мне хочется аналогию еды себя провести то же самое вот эти кто потому что конечно это гарри юровский там они работают на так из известных но любимых я говорю да они на своем по поле работают да на своем как где делать или на своем на своей жатве трудится снова конечно они проповедуют людям скорее так как они уже говорю вам до разные аудитории затрагивают там конечно разные люди есть но все-таки по мере их просто жизни их и су их жизнь все равно сводит скорее все убежден с людьми вот как очень принято у нас в людях говорить в народе вообще в мире верующими там или религиозными да вот бог меня повел другим путем я не раз это говорил что я послан именно в частности не просто к религиозным бог провел мне через христианство через православие в частности особо глубоко да вот я прямо себе заявил когда бог мне это открыл что я послан к погибшим овцам стада христова я это прекрасно вижу в своей жизни в своих ощущениях и моя жизнь и дела к оказались этому просто доказательством да и мне вот к христианам которые если будут меня слушать называешься христианами если вы не веган то вот эти вот кающиеся язычники которых вы считаете что многие из них в аду будет гореть геи или еще там кто-то или просто не православные в этом может кем угодно быть до загнивающий европа америка зимбабве там до китайцы американцы кто угодно вот если там люди веганы эти веганы вас станут осуждать вас обличать вас потому что они покаялись даже от проповеди эда когда он призывал а уж эдгарь юровский призывает именно к любви на то что они обладают гениальным от бога острым умом и готовы давать оправда ответы на вопросы все эти оправдания тупые бессердечные постоянно но при этом конечно основных мыслей послушайте их не проповеди возгласы выступления публичные конечно же говорят они всегда любви а любви к животным через это как видите что и проявляется любовь к растительному миру о котором нам тоже заповедано заботить заботиться печься сохранять оберегать и творить в нем наоборот украшать его в этом плане да вот это же любовь к людям мы с вами разбирали что закрытие скотобой положительные на людях зовется раньше скотобойник ска в каждом дворе наверно был да или через двор эти же люди потом и вам голову отрезают это все цепочка ничего просто так в этой мире не бывает и вот эти которые от этого проповеди уж каются будут вам судьями тем которые когда-нибудь слышали подобное слово от меня вы хлебанете по полной программе иисус правильно говорил кому много дается стало много спросится вы которые не верите а знаете о замысле до желаниях и заповедях божьих особенно христианах которые утверждают якобы на словах что бог есть абсолютная совершенная любовь как пока как по духу и природе всего проницающего так и личности иисус христос вы который кричите что иисус там убивал или ел барашков и рыбу вы хулить или и вы и вы и вы пожнете плоды своего сеяния вы хлебанете я говорю по полной программе это не потому что я или еще кто-то все эти образы все эти слова судить будут конечно никто вас там судить осуждать в париках да не будет это просто природа будет великое разделение вы очутитесь не там где вы мечтаете потому что вы недостойны этого места и невозможно чтобы вы были в одном месте вы ненавидите животных царство небесное это царство любви абсолютно всего живого посмотрите на созданный богом рай до грехопадения как вы там очутитесь там любое животное будет вас бояться вся внутренняя сущность ваши выльется наружу вы будете такими же ногами как и мы веганы особенно христиане как и были адам и съем в раю но нам нечего будет скрывать а на вас будет вся ваша кровь ни одно животное к вам не подойдет а как она там будет там никто больше страха испытывать не будет там не будет уж таких как вы забудьте все свои фантазии мечты о небесном царстве там нету крови там нет убийства там есть доброта любовь жертвенная любовь готовы даже за животное положить свою жизнь до защищая его вот таких как вы не там не будет это не царство любви это об в котором вы окажетесь который вы сами хотите вы сами выстраивайте вы сами всей своей жизни показываете чего вы желаете это очень важно понять так что вот так вот ну на сегодня все вторая часа достаточно в конце анонсирую свои плейлисты на этом канале на котором вы смотрите это видео у меня есть сайт христалю про авторский мой сайт вот как вы видите по ссылочке на экране через слэш веган и там вообще есть рубрика веган там много чего интересного можете найти на канале в частности на моем христалю про путевую пищу в пустыне веган на котором вы смотрите это видео или весь цикл этих видео все они помещаются вот в этих плейлистах ну в частности мои помещаются видео в плейлисте веган в христе так он называется или пост от слова постоянство в любви как я его называю там я собираю все свои видео второй плейлист это веган по сердцу так я назвал вот вот типа таких как это то есть там я собираю все что в открытом доступе есть каждый может на ю тубе на своем аккаунт создать плейлист туда добавлять это никак не запрещается это не перезалитые ролики просто можно добавлять там ссылку давайте он формируется там разные выступления разных там и гэри и этой и группы и песни что там только нет в моем плейлисте тоже в принципе за эти 118 роликов есть и стихи короткие там есть и сказки для детей веганские зачитывал что-то подлиннее что-то покороче есть конечно ролики более длинные человек который не просто по сердцу убирать веганство еще и действительно не можешь сами даже себя называют религиозным или верующим который в своей жизни употребляет я так скажу слово бог и истина вам камни вам сюда вот этот плейлист вам ответит даст ответы на все ваши вопросы что да почему да как это очень важный вопрос если вы любите животных как вы говорите якобы и в царстве небесном хотите чтобы они были вы там были вам надо с этим вопросом разобраться вот этот плейлист поможет сейчас как видите даже на экране только сегодня свежий скриншот сделал там 118 видео получается моих уникальных проповеди есть там все уже по ветхому завету и я после вы час еще пару роликов сейчас вот поеду заканчиваем последний есть ролик то вообще никак особо не назовешь как бы там в рамках такого плейлиста на не как оправдание многие пишут для веганов ноги для вегетарианцы подразумевает аудиторию то есть этого им надо эти вопросы до выяснить какие то что название то есть веган но он совершает не веганские дела они его обличают что он туда не он вот и я это все дело об активизме просто же выделяю могу сказать там поддержать или слово свое сказать как чего потом поделиться вот поэтому там конечно разные но и после сейчас как я заканчиваю этот плейлист еще расширится я все что по новому завету все что не христа я их прямо назову до хулят иисуса приписывая ему трупожорство во всем этом участие якобы или или самая низшая планка хотя бы равнодушие вот им что мы якобы не найдем что там иисус заступался за кого-то как бы да что вообще христианстве якобы изначально был трупожорским это клевета это ложь поклёбку хула самое настоящее на истину которой христиане якобы так боятся вы вы занимаетесь самым страшным грехом кто он сказал иисус что всяко хула простец на хула на истину нет как говорится да это как и я и как сусу конечно можете трупожором назвать дело не в этом хула на истину почему вам не проститься потому что вы эту истину в себя приняли в кавычках а это ложь что якобы иисус был трупожором а значит и мне можно дело как он говорит не влечь на моем оскорблении вы стали дьяволами естественно просто не войдете в небесное царство вот что иисус говорил он-то бог любовь он принял бы каждого ну как принять если ты дьявол ты будешь дьяволами с бесами в мире в аду полным пустоты где вы друг друга будете вот так жрать целыми днями и в клетках до убивать уже не животных а друг друга вот чем вы будете заниматься вот что имел ввиду иисус поэтому вы клевещите на истину хулить ее все эти моменты в новом завете в ближайшем будущем разберу ну он 118 четко про 200 заикнулся не помню сколько там роликов в прошлом видео нет 1 часто у 17 ну максимум в этом виде плейлисте когда будет на листой 50 роликов конечно когда-то я остановлюсь уже столько всего разобрано этого достаточно по кругу гонять я не люблю знаете когда много чего становится этому теряется ценность поэтому ступе воду в ступе я молоть не буду из порожня в пустое гонять тоже тем кто кого уж хоть что-то зацепило милости прошу послушать и как иисус сказал слушающий но не исполняющий подобен человеку безрассудному построившему дом свой на песке и он обманется потому что в свое время когда все откроется дом рухнет дом вашей праведности а слушающий и исполняющий подобен человеку мудрому который построил дом свой праведности святости на песке на истине на своей святой деятельной слушает и исполняет он это сразу подразумевал камнем вот на этой и на этой святой жизни он свой дом святости и и выстроил да его в свое время все это откроется и он пожнет обязательно плоды своих дел на это у меня все всем желаю достигнуть совершенства а в нем и небесного царства и обреть и обрести полноту счастья не только на этой земле по духу уж по плоти невозможно в мире же чем возле ее обрести а там все время мы все с вами просто будем в вечном и телесном кайфе до встречи а Субтитры создавал DimaTorzok